Дорогие друзья, на этой неделе мы изучаем недельную главу Вайра, в которой рассказывается, что Авраам Авину после обрезания в невероятную жару сидит и ждет путников на пороге своего дома. Кому же можно помочь? Кого накормить? Кого напоить? Кому рассказать, что Бог один? Он ищет этих людей. Кому же можно помочь? И вот Всевышний посылает ангелов, он и знает Авраам, что это ангелы, и зовет их, давайте ко мне, давайте я вам помогу. Накрывает стол, заказывает мясо, режет там животных, невероятно накрывает поляну для совершенно незнакомых людей, потому что Авраам это бесконечное добро, бесконечное милосердие. Он не может остановиться, у него нет никаких ограничений и рамок, он дает все, что у него есть для любого человека, кому-то нужно помочь, он всегда помогает. И здесь Тора говорит нам интересную вещь, что все, что касается еды, просто было бесконечное количество еды, бесконечные виды мяса, салатов, все, что угодно, просто как какая-то дорогущая свадьба для незнакомых путников, чтобы им было хорошо. Но, когда вопрос доходит до воды, написано, что Авраам Абину предлагает им немножко воды, возьмите немножко воды. А что за сбой? Почему воды мало? Еды, которая дорогущая, много, а воды, которая дешевая, мало? Что происходит? Говорит на Тора, что Авраам Абину, чтобы воспитывать своего сына Ишмаэля, чтобы он тоже привыкал к заповедям с детства, воспитания детей, он его посылает за водой, иди принеси воду. И что? Когда Авраам Абину сам занимается едой, то здесь уже нет никаких ограничений, он несет еды бесконечно много, потому что он Авраам. Но когда Авраам просит кого-то, даже своего сына, но он о чем-то просит другого, иди принеси водички, то здесь Авраам говорит, возьми немного воды. Он не хотел утруждать Ишмаэля. Я, если бы я пошел бы за водой, говорит Авраам, то я бы принес бы там бесконечное количество воды, точно так же, как Авраам принес бесконечное количество еды. Но когда я кого-то прошу, даже для него самого, это нужно Ишмаэлю привыкать к этим заповедям, кормить людей, Ахнаса Турхим, приглашать к себе гостей, это же Ишмаэлю нужно больше, чем Аврааму. Но все-таки, если я кого-то прошу что-то сделать, то мои соображения, мои обычаи, мое обычное поведение, как у Авраама, что у него бесконечно много всего, здесь это все не работает. Возьмите, пожалуйста, немножко воды. Мои устрожения, которые я принимаю на себя, и я так поступаю, и я великий праведник, я говорю сейчас про Авраама Вину, это все чудесно, но это все, что касается меня, все, что касается Авраама, но все, что касается других людей, здесь я не имею права за счет другого быть великим праведником. Пожалуйста, Ишмаэль, принеси немножко воды, я не буду тебя перенапрягать. Итак, важнейший урок, дорогие друзья, из Авраама Вину. Мы очень часто хотим устрожиться, быть лучше, и это правильно, и нужно к этому стремиться больше и больше и больше. Мы бежим в синагогу, но когда ты бежишь в синагогу на молитву, помолиться Всевышнему, что может быть более великое и правильно, чем побежать, молиться в синагогу? Но когда ты бежишь, не толкайся там на входе, эй, дайте меня пройти, хочу первым забежать. Успокойся. Твои вот хумрот, твои устражения, твои украшения заповедей, твой порыв совершать хорошие поступки, он не должен мешать другим спокойно жить, и он не должен как-то напрягать других людей, которые вокруг тебя. Да, Авраама Вину накрывает стол с невероятным количеством еды для путников, которых он не знает. Такая праведность, ну просто зашкаливает. Ну где мы видим таких людей? Авраама Вину. Но когда касается кого-то другого, когда касается Ишмаэля, Ишмаэль, принеси воды, я не говорю ему, принеси мне 100 литров воды, тут же путники, Ишмаэль, принеси, пожалуйста, немножко воды. Наша праведность не должна каким-то образом ущемлять других. Нельзя быть праведником за счет других. Праведником нужно быть, нужно стараться расти и расти и расти, но не за счет других. Спасибо огромное, дорогие друзья, спасибо за внимание, спасибо, что вы с нами на Варикра, мы растем. Спасибо Всевышнему, спасибо вам. Всегда на связи. Шабуато. Спасибо. Спасибо.